Добрый вечер, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши зрители, уважаемые наши читатели. Меня часто спрашивают, что делать, то есть как быть и что делать в период понарастающей паники. Сейчас паника везде растет по-разному, разный уровень паника и так далее. Вот в таком формате что делать. Вы знаете, не могу вам сказать, что как будто предвидели я это или нет, но я могу уверенно сказать, что 4 года назад, в 17-18 годах, 5 лет назад, я написал книги «Как стать миллионером территории СНГ». И вот эта книга, что написано «Как стать миллионером территории СНГ», те идеи, которые я там расписал, те стратегии, которые я там расписал, мое видение, которое я там расписал. Вот представляете, сейчас они стали самыми актуальными. Как будто это 5-6 лет назад выпущенная книга, сегодня стала такой актуальной, что слова мне предават. Представляете, я там рассказываю о бизнес-моделях, которые актуальны на территории СНГ, почему так надо делать. Я там рассказываю очень много горизонтальной линии, на что надо внимание обратить, откуда и так далее. И знаете, сейчас я смотрю, очень многие компании, айтишники, очень много приехали в Средний Азов с Россией, очень много торговли через Казахстан, через Узбекистан, очень много других видеоуслуг и так далее, и так далее. Все, представляете, вот это очень важно, чтобы сейчас мы все понимали, в каком-то роде наверняка это станет большая волна, большая волна, эта ситуация станет большая волна для развития бизнеса Средней Азии, очень большая волна в каком-то момент. Но что касается, что делать в этот период паники и так далее, я хочу вам сказать, во все времена, во все времена были, во всех времен были изменения, были периоды роста рынка, были спад рынка, были постоянно было, ну вот такое, да. Но только сейчас это стало в ускоренном виде. Просто наши родители привыкли, что после Второй мировой войны как-то была более стабильность. Вот, например, после 50-х годов была как эта стабильность, поэтому многие наши родители привыкли в эту стабильность и пытаются нам тоже воспитывать в эту стабильность. Мы тоже думали так, но после 90-х годов я ни разу не видел стабильность, хоть верить или нет, после 90-х годов только рост, потом чуть-чуть спад, потом рост, потом чуть-чуть спад. Каждые 7-летия, циклами, каждые 7-летия, например, в 90-х годах все рухнуло. Помните, все горизонтальные вины, безработница, ЕСО, зарплата не могли платить, долги и так далее, и так далее, и так далее. Помните, да, в 90-х годах, как все побежали на рынок от того, что ничего было делать, надо было как-то зарабатывать. Потом как-то чуть-чуть, к 98-ми годах какое-то чуть-чуть пошло привыкание, как-то люди начали, кто-то нашел себе, кто-то не нашел себе, как-то вот к 98-ми годах. Потом опять дефолт, потом опять дефолт, это все пошло, опять такое и так далее. Потом 2008 год, до 2000-х годах как-то упорядоченный, потом начали пойти рост, к 2008 году опять кризис и так далее. Потом опять чуть-чуть спад, рост до 2014-15 год, потом опять спад, кризис и так далее, риски, инфляция, вот такой рост. И эта инфляция не успели мы после 2016 года, 2014-2016 год вот такой был, и мы не успели восстанавливаться на тебе коронавирус, и теперь из-за коронавируса не успели выйти и на тебе сейчас. Это спецоперация, которая происходит сейчас в дальний момент в России и так далее, и так далее. А это что означает? Вот это все усиливает, можно сказать, панику, создавать панику и так далее. Но у меня есть к вам хорошая идея, хорошая идея, которая поможет вам. Меня много спрашивают, как себя вести, как быть, и вот такое, состояние рынка такое, состояние вот, вообще жизнь, куда катиться, на что браться, что делать, что не стоит делать, огромное количество вопросов мы получаем такое, что как быть в такой период, когда везде паники растут. Я буду рассказывать там пять вещей, которые очень-очень важны, и по моим взглядам важны, но они являются необходимыми, необходимыми из опыта. Видите, я сейчас пример привел в этих годах и так далее, и так далее. Первое, что надо понимать психологически, первое, что надо понимать, изменение неизбежно. Изменение неизбежно. Просто сама по себе вот это все изменение и любой вот это понарастающий паник вокруг, это ассоциируется к нестабильности. Поэтому большинство людей психологически, они переживают внутри и так далее. Но на самом деле, изменение на данном этапе нашей жизни, это стало порядок вещей. Я могу уверенно сказать, что единственное, что будет стабильно теперь, в дальнейшем вашей жизни, единственное, что будет стабильно, это постоянный перемен. Это будет стабильно. Понимаете? Повторяю еще раз. Единственная вещь, которая будет стабильно, это постоянный перемен. Либо теперь нам придется, либо мы научимся адаптироваться, изменять себя. Либо вы психологически себе загоняете нервозность и заболеете. Это правда. выиграет тот, кто уже принимает это. принимает. Принимает. Да, это так. Поэтому, если человек осознает, что вот так пришел. Знаете как? Принимать надо жизнь. Принимает свою судьбу. Принимает свою судьбу. Но принимает свою реальность. Принимает. Принимает. Поэтому выиграет тот, кто готов к изменению. Эта выигрыша остается тот. Помните теория? Почему? Почему? Например, если мы посмотрим природу, мы видим, что научные факты есть, что раньше мамонты жили, динозавры жили. Мы же видим, например, если возьмем историю. А почему их нет? Потому что они не могли адаптироваться. Жизнь, она создана таким. Он постоянно меняется. И мы должны изменить свое мышление, свою точку зрения. Мы должны изменить свой подход. И многие вещи мы должны изменить. Те вещи, которые, например, раньше читались сто лет назад актуальными, необходимыми. Сейчас в современном мире кто-то их читает абсурдом, кто-то их читает ненужными. Времена меняются. Действительно так. Поэтому первое, что мы должны понимать с вами. Теперь перемене будут постоянно. Надо быть гибким. Надо иметь гибкое сознание. Гибкое сознание, чтобы воспринимать все, что происходит. Гибкое сознание надо иметь. И принимать реальность, какая она есть, со всеми его недостатками и со всеми его достоинствами. Это первое, что надо научиться делать. Потому что, если мы не научимся это делать, любое происходящее будет причинить нам боль. Любое происходящее. Понимаете? Надо научиться принимать. Наверное, наступает время, когда ваш духовный интеллект, ваш духовный интеллект будет играть большую роль. Очень, очень большой роль. Вообще, когда у человека развитый духовный интеллект, внутри человека какое-то спокойствие есть. И легко принимаешь судьбу. Легко, легко можешь принимать невзгоды, неудачи. Легко можешь принимать то, что происходит с тобой, даже если она тебе не по душе. И самое главное, что причиняет человеку боль? Ложные ожидания. Человеку причиняет боль ложные ожидания, ложная надежда. Человек испытывает разочарование. Он хотел по-другому, вдруг получилось по-другому. Поэтому, вот это очень, очень важный момент. Ваш духовный интеллект на данный момент большое значение имеет. Развивайте его. Показателям вашего духовного интеллекта их несколько. Самый первый – умение принимать жизнь со всеми его достоинствами, недостатками. Умение принимать людей, какие они есть, со всеми их недостоинствами, достатками. Умение воспринимать точку зрения другого человека. Потому что, вы знаете, я вижу людей, которые в одном доме живут, между собой постоянно ссорятся, постоянно ругаются. Один защищает, скажем, идеологию одной страны, другой идеологии другой страны. Кто-то такой, кто-то… понимаете, один идет в ту сторону религии, другой в эту сторону религии, и кто-то по-разному, в общем. Ваш духовный интеллект – это показатель, что вы умеете жить в мире. вы научились жить в мире. Это очень-очень важно. Вот. И вы везде, в любое ваше действие, в вашей поступке, она создающая, она создает, создает, улучшает жизнь в мире. И для вас, и для других. Понимаете? Это очень-очень важный момент. Поэтому, самый первый – будьте готовы к изменениям. просто будьте готовы. Принимайте это все. Второе – фокусируйтесь на развитии своего духовного интеллекта. Ваш духовный интеллект очень сильно поможет вам. Очень-очень сильно поможет. Не судите людей. Не судите… Знаете, если вы не можете… Вот третья вещь, скажу так, третья вещь. Вы должны жить осознанно. На что не можешь повелять – не обсуждай. На что не можешь повелять – не нервничай. Не трать время и энергии. И даже не слушай тех, кто тебе болтает на уши. На что не можешь повелять… Например, от вас… – вы можете повелять на курс рубля, или курс доллара, или курс тенге, или курс сум, или солумония, или чего-то? Не можете повелять на это. Да не думайте об этом. То, что вы не можете изменить. То, что вы не можете повелять, не думай об этом. И не рассуждай это, не обсуждай это с другими. Второе. Вы можете повелять на что происходящее политическое, то, что сейчас в дальний момент проходит сейчас вокруг наших стран. Если вы не можете на это повелять, пожалуйста, прекратите об этом думать, паниковать, проживать, говорить и так далее. И не обсуждайте с людьми это. Займитесь своей жизнью. Потому что и вам есть чем заняться. Займитесь своей жизнью. Вот. Это очень-очень важная вещь. Вот. Если от вас не зависит это политическое состояние, если от вас не зависит эти курсы, от вас не зависит, ну, похоже, как погода. Зачем об этом переживать и думать, нервничать? Не держитесь на это. Покидайте. Тогда вам будет легче принимать жизнь. Это правда. Вы внутри станете сильными. Это те вещи, которые я рассказываю для вашего внутреннего состояния, для вашей мудрости, для вашего достоинства. Поэтому, когда я вижу, что иногда некоторые люди обсуждают, спорят, нервничают за те вещи, которые вообще не являют. От них изменений. То есть, ты не можешь на это повелять. У тебя море проблем твоей семьи. У тебя море проблем касательно твоей работы. Думай об этом. Займись этим. Вот. Это те вещи, которые для вашего внутреннего состояния и психологического спокойствия я говорил. А теперь буду говорить, что касается ваших финансов, ваших действий в другом сфере. Первое. Первое. Пожалуйста, не берите большие обязательства. Даже если у вас дело хорошо идет. Даже в дальний момент, если у вас дело хорошо идет, не берите большие обязательства. Ничего хорошего нет. Потому что вы не знаете, вы не знаете, что будет. Вы не знаете, что вас ожидает. Вы не знаете. Так что, возьмите в руку. Понимаете? И не берите большие обязательства. Это первое. Что касается денег и так далее. Второе. Быстро не расширяйтесь. Если видите, что в какой-то сфере у вас есть бизнес и так далее, идет быстрый рост. Идите мелькими шагами. Не делайте большие инвестиции. Не делайте большие. Особенно надеясь на то, что завтра будут. Например, обычно как делят люди. Дело идет хорошо. Они надеются, что теперь вечно будут так. Они берут еще большие обязательства. Еще пытаются что-то делать. Понимаете? Не делайте эти вещи. Это очень-очень важно. Вам нужно обязательно это понять. Не делайте эти вещи. Большие шаги не надо делать. Большие. Делайте лучше поменьше. Представьте, вы за рулем на машине. Если вы за рулем на машине едете, вы переключаетесь в скорости, зависимо от того, на какой дороге едете. Если хорошая дорога, вы начинаете нажимать на газ. если у вас хорошая дорога. Правильно? А если видите, Галилет, плохая дорога, вы аккуратно ездите. Похоже на это. Аналогично похоже на это, вы должны четко понять, что вы похожи, что вы как будто за рулем. Вот похоже на это надо двигаться. Умеренно. Вы должны понимать, где газ нажимать, где чуть-чуть тормоз нажимать. Вот. Поэтому очень-очень сейчас надо аккуратно ездить. Поэтому я рекомендую вам большие инвестиции не делать. Аккуратно, маленькими шагами двигайтесь. Третья. Третья вещь. Обязательном порядке сохраните деньги. Обязательном порядке держите какой-то запас. Обязательном порядке. Вы это делаете в виде денег, в виде золота, в виде чего угодно. Я не знаю, но вы должны это иметь. У вас должно быть какой-то запас. Обязательно сохраните деньги. Потому что, когда вы сохраняете деньги, у вас шанса больше. У вас возможности больше. И в случае чего у вас будет резервный фонд. Пожалуйста, помните, что сохранить деньги, она вам поможет больше, чем не сохранить. Поэтому, когда вы сохраняете, у вас возможности больше будет. Поэтому вот сейчас вот эта нарастающая паника, которая вокруг происходит, вокруг нас то, что приходит, то, что сейчас происходит, если у вас будет немножко запас денег, она позволяет вам легче адаптироваться. Легче адаптироваться, потому что вы не знаете, что будет через год. Никто не знает. Это правда. Вот я вижу, кто-то говорит, я не могу собирать деньги. Вам надо частично, по чуть-чуть, сохранить деньги и научиться жить на свои средства. И не брать долги. И четвертое. Откажитесь от всех долгов, если есть возможность платить им. Если что-то продавать, отдать, отдайте эти долги. Вы должны освободить себя внутри и сознание освободить, чтобы легче жить. Потому что, если вдруг ситуация пойдет, еще что-то не то и так далее. И кто знает, вы думаете, что сегодняшняя ситуация у вас сложная ситуация? Вы думаете, что сегодняшняя ситуация у вас сложная ситуация? А где гарантия, что через год не будет еще хуже? Если у вас сегодня долги, там 10 тысяч долларов или 20 тысяч долларов, а где гарантия, что они не станут 50? Да никто не гарантирует вам. Никто не гарантирует. Понимаете? Поэтому, если вы сейчас помните, значит, научитесь жить по своим средствам. Именно по своим средствам. То есть, когда я говорю, что научитесь жить по своим средствам, я подразумеваю, что научитесь жить на свой доход. Вот сколько зарабатываете, столько живите. Но не живите в долгах, не берите в долгах. Очень много людей живут в долгах. А зачем? Это же еще сложнее. Потому что завтра еще труднее им отдавать. Люди, которые берут долги, например, потребительские, вот это кредиты, карточки, банковские карты и так далее, у них была одна проблема, что у них нехватка денег была. Но когда они берут еще долги, такого дорогие долги, у них появляются теперь два проблемы. Один, как погасить долг, другой, опять, как дальше жить. Поэтому это очень важно. Кто-то пишет, ипотека, 7 до 14% взят можно или нет. Если вы, в дальний момент, арендуете жилье, если вы на данном этапе, арендуете жилье. Если вы сейчас арендуете жилье, и сумма, которую оплачиваете за жилье, она больше, чем сумма, которую будете погасить за ипотеку. Или ежемесячная сумма, которую платите за аренду жилье. Хотя бы ближе к тому сумме, которую вы можете погасить, ипотека, тогда берите. Мы это называем оправданный риск. Оправданный риск. Или вторая формула, оправданный риск. Если вы берете ипотеку, ежемесячное погашение этой суммы ипотека, не должно быть более 35-40% вашего постоянного дохода. я повторяю, ежемесячное погашение, которое вы делаете, оно не должно быть более 35-40% ежемесячного постоянного вашего дохода. Вот тогда, ради Бога, берите. Но если ежемесячное погашение больше, чем я рассказывал только что, не надо, брат, не стоит. Это тот вопрос, который кто-то сдавал по поводу ипотеки и так далее. Хоу, что за из Узбекистана? У меня большой долг. Я хотел брать кредит и закрыть долг. Так можно? Нет. Долги закрывать долгами нельзя. Помните навсегда, долги закрывать долгами не надо. Долги надо закрывать только через доход. Ну что, что у вас большой долг? Теперь вы должны ходить к каждым этим людям и вести переговоры. Говорить, что послушайте, вы мне в свое время помогли, поддержали меня и поддерживайте меня пока-пока теперь я закончу это. Раз вы вначале меня поддерживали, выручили, теперь дайте мне возможность до конца закончить. Ведите переговоры с ними. Долги закрывать новыми долгами нельзя. Вы должны долги закрывать только доходами. Понимаете? Это очень-очень важно. Знаете, ребята, никогда не загоняйте себе в новые долгах. Часто этими людьми вы уже испортили отношения, если не могли им вернуть. А зачем остальными еще портить отношения? Зачем? Я знаю одну вещь. Ходите каждому объясните. Я могу зарабатывать, вот столько отдавать. Я могу зарабатывать, вот столько отдавать. Зарабатывайте, отдавайте. Фокусируйте, зарабатывайте, от прибыли отдавать долги. Но от прибыли отдайте от 20% до 50% своего дохода. Погашите долги. Все зависит от вашей бюджет, расход семьи. Как я делал? Я в свое время отдавал 20% от своего дохода погашения долгов. Оставшие до 50-45% мы жили в семейных расходах и так далее, и так далее. И на остальную часть я что делал? Я делал бизнес. Потому что надо было построить доход, чтобы прибыли были побольше, чтобы я мог быстрее закрывать долги. Потому что я понимал, что зарплатами невозможно около 3 миллионов долларов отдавать. У студии я нахожусь во Франции, у меня есть возможность учиться. Я хочу открыть бизнес, мне лучше учиться или работать и параллельно купить ваши уроки. Спасибо, брат мой. Ты учись сначала. Учитесь. Если перед вами остается выбор учиться или зарабатывать деньги, учитесь сначала. Пожалуйста, учитесь. Потому что когда у вас будет сильный ум, сильный ум принесет вам любую сумму, которая вам нужна. Помните, будущее остается только у кого создающее мышление, у кого креативное мышление, у кого творческое мышление, кто самостоятельный и кто лидер. Вот эти люди будут очень востребованы в будущем. Много других профессий, просто к 2050 годах, к 2050 многие профессии заменяются. Обычно рутинная работа исчезнет. Просто появляется куча автоматизации в разных направлениях и роботах. И огромное количество людей остается просто как субсидий для родных, близких, для государства и так далее. Остается актуально только люди, которые действительно умеют думать. Развивайте свои способности думать. Но перед вами если остается выбор учиться или это, учись. учись, чтобы постоянно совершенствовать себя. Тот время, когда одна профессия на всю жизнь, это время закончилось. Это время с прошлым веком закончилось. Одна профессия на всю жизнь, она уже все. Вы должны на каждом этапе чему-то новое научиться. Мне придется сейчас учиться. Чем я сейчас занимаюсь с вами? Это какая-то новая профессия, как блогерство, блогерство что ли, а я бизнес-наставник. Но мне это инструменты, которые позволяют донести до других мою услугу и так далее. Кто-то по-другому, еще кто-то. Вы должны на каждом этапе жизни новое учиться. Иначе останется невостребованием. Ни ваши знания, ни ваши умения, ни ваш труд, все останется невостребованием, если не будут расти. Кто-то пишет, личный бренд, так называется сейчас, личный бренд в нейропиши. Личный бренд, да, один из абсолютно новый подход, личный бренд. А что такое личный бренд? Вообще слово бренд, что такое? Это гарантия, это гарантия качества. Например, когда вы пойдете в магазин, вы можете купить спортивку обычного, например, обычная спортивка, возможно, через пара стирка, она уже все испортится. я пойду босс или хугобосс покупать, Или там не знаю, армане или что-то, зачем? Потому что когда вы покупаете, вы знаете, что будет с этим качеством. То есть получается, что это оправдывает ваши ожидания, вы за это платите. Когда вы покупаете, например, какой-то брендовой одежде, вы точно знаете, что вы получите то, за что платили. Обычно часто бывает так, вы платите, но вам дадут, то есть вы получите то, что они дают, а не то, за что вы платили. А когда идет слово личный бренд, это означает, что вы стали таким человеком, который ваши слова или ваша надежность и ваш авторитет превращался в капитал. кто-то мне сказал недавно, откуда узнаешь, что у меня появится личный бренд или нет? Я сказал, если тебе миллион долларов доверяют, значит у тебя появится бренд. Если тебе не доверяют деньги, если тебе реально деньги не доверяют, значит ты не бренд. Потому что люди кому доверяют? Того, кто действительно надежный. Поэтому свой личный бренд раскрутите так, чтобы это принесло вам доход. Есть огромная тема по личным брендам. Пройдите разные тренинги, научитесь. Это тоже необходимо стало. Кто мог бы сказать, что несколько лет, например, в 50-х годах или 80-х годах, никто бы об этом не заботился, что давай личный бренд развед. А сейчас необходимо, видите? Дальше. Я когда начинал изменить свою жизнь, как будто весь мир стало против меня, и окружение стало меньше, и даже мне скажут, что ты ненормальный, и я не знаю, что делать дальше, что мне делать. Это пишет как саду лозода. Стоит, чтобы ты начали измениться, конечно, другие привыкли тебя видеть по-другому же, поэтому они не понимают тебя, но вначале это всегда так, помни, что любое изменение, оно болезненно, любое изменение, это дискомфортно, болезненно, другие привыкли вас видеть по-другому, они будут противоречить то, что вы хотите, но это вас делят сильными, это для вас очень сильными. Скажите, пожалуйста, почему бывает так, что сильно хотела обучиться и получить новую профессию, но как только начала обучаться, для меня кажется нудно и скучно объясняют на онлайн уроках, Арзу говорит, возможно, думаю, что скорее всего практика у вас мало, поэтому вам кажется, что это скучно стало, возьмите начните практиковать хоть по-чуть какие-то практические действия надо делать, или возможно бывает, что вы учитесь у преподавателя, который метод его преподнесения такой, бывает и такое, к сожалению. Уважаемый наставник, большой урок, ваш каждый совет и каждое слово на миллион, спасибо, большое вам спасибо. Парень спрашивает в дальний момент, у меня нету больших денег, но как я могу с маленькими деньгами делать бизнес? Помните, бизнес не надо начинать долгами, ни в коем случае не начинайте долгами. Если у вас маленькие деньги, небольшие суммы денег, сначала вложите их в свои мозги, идите консультируйтесь у тех людей, которые делают тот бизнес, который вы хотите. еще полгода или год поработайте там. Если вам говорят, что просто помощником работа, или стажером работа, или волонтером работа, идите работайте, зато приобретайте навык. Когда у вас появляется навык, знание и так далее, тогда вы легко найдете деньги. Деньги обязательно будут, деньги легко найти, деньги легко найти, когда готовый проект. Помните, деньги охотятся за хороший бизнес, а плохой бизнес это закон. Поэтому вот это вам очень сильно поможет. Я хочу стать миллиардером. Ух ты, интересно. хочу стать миллиардером. Хорошо, идите станьте миллиардером еще лучше. Это же вообще хорошо. Спасибо вам. Это очень хорошо, если хотите стать миллиардером. Чтобы стать миллиардером, вы должны быть очень полезен человек этому обществу. Спасибо вам огромное. Благодаря вам. Любили читать как пришла все твой и мой первый автор спасибо спасибо я очень рад что они вам помогли книги очень я слышно в одном тренинге про вас когда у вас было большой долг вам самый хороший ваш друг вам помог это не долг мой друг инвестировала мне чтобы я пошел и вернулся но я не попросили у него чтобы дал я ему сказал мне нужно чтобы ты влежал в мне потому что дальний момент так надо но я брал долг и вложили образование я же не брал долги отдать другой долг я же видит что он говорю никогда за долги не закрывайте новыми долгами иначе далеко не пойдете вы просто глубже глубже пойдете запомните если вы оказались в яме перестаньте его дальше копать иначе вы будете очень глубоко пойти вниз очень глубоко пойти вниз вот здесь стоит ли открывать онлайн образовательный центр стоит очень хорошо стоит немедленно делайте это если это у вас хорошо получается немедленно делайте спасибо кто-то бросил здесь мою книгу дал гитая на глазах сфилька или что-то как улучшить память в специальные курсы узок офис там специальные курсы которые помогают по эти направления ищите интернет и найдете там разные курсы 15 лет назад я ввел такие курс получение память там есть много технологий просто сейчас об этом я не хочу сидеть говорит там есть специальный технологик образно как мыслить цифрами как мыслить цепочку как создавал логику как объединиться образами и общем очень много формула там для улучшения память но их надо делать это тренировка как мышц как мышцы тренируешь точно так же надо тренировать спасибо стосман тонущу михом барасера вам чим остальными дед парень спрашивает рахим зода что я молодой я студент но я хочу поехать в россию что ты собираешься лет в россию поехать просто работать если ты студент лучше учись заканчивай если ты студент это правда но если тебе возможности нет там учиться и так далее необходимо это тогда другое дело но мой совет тебе помните накачайте мозги чуть-чуть найдите шанс наберите терпение учитесь от этого вы будете выигрыши свое время я делал именно это 96 95 годах когда уехал в 95 году осенью я уехал в 96 7 годах я ходили учился все то что зарабатывал все что заработал я помню возвращаться домой у меня в кармане было 50 долларов и полтора года был в россии все начались а населчане и мои земляки возвращались домой они покупали те годах видео магнитофоны были модно камере были модом машине свадьба те годах они возвращались все делали крути дома машине купили тогда я возвращался у меня денег не было мама спросила полтора года меня не был она сказала с ног что ты делал где-то был почему ты не принес ничего если вам я все то что заработал я ходил в семинарах тренинг а те годах только только тренинги появились большинство людей не понимали что такое тренинг понятия мне представьте 96 97 годах дальний момент даже люди не понимают тренинг сейчас видеть своим братьям и сестрам говорите я хочу пойти на тренинг они вас не понимают а представьте 25 лет назад какой был вот те годах на самом деле вот я помню мой брат звонил мне сказал почему ты не отправляешь деньги почему ты не отправляешь я сказал у меня их нет он горит и чё жениться что ли гуляешь что ли пьешь что ли почему у тебя денег нет все зарабатывают а ты не зарабатываешь а что такое потому что для нашей народа для понятия нашей скажем народа в те времена был такой если ты поехал россия там якобы легко зарабатывать и отправлять домой деньги они так думали но я сказал брату я тоже работаю я работаю черным работником грузчиком на базаре так далее зарабатываю немного но потом по чуть-чуть пошел торговли заниматься тогда но я все то что зарабатываю вкладывать свои мозги я хожу семинарах тренингах так далее у меня а что это такой тренинг это тренинг а что это такое ты знаешь ты ты пойдешь там один встает и рассказывает лексию и там много людей в общем и сидим пишем и учимся он уже не мог понять что это такое и он мне говорит это что кашпровский что те годах конца советского союза был кашпровский он там что-то вел большой большой зал в ел семинар и так далее а в голове моего брата были вот это я не знаю кто то из вас был если не знал здесь аудитория у меня обычно взрослые ко мне же не приходит школьники или студенты поэтому большинство из вас наверно скорее всего помните эти времена когда кашпровский был восемьдесят семьи в двадцать девяти годы до представляете я в его объясняю это тренинг ага а что такое ему объясню как объяснить ему что такое тренинг если он ни разу не видели понимаете я могу послушай это когда ты пойдешь там большой зал я обычно в узлах маленький тренинг к классе или школе оттуда огромный зал тут тысячи человек вот поэтому тогда люди не понимали а что дело я вкладывал свои мозги поэтому моя жизнь изменилась конечно все от всевышнего все благодаря поддержка всевышнего и удачи и неудачи и сложности и трудности все от всевышнего вот но вы должны вкладывать усилия вы должны вкладывать реальные усилия усилия максимум вы должны стараться вы должны это делать если будьте если будете это делать обязательно просветайте вложите три вещи для свое будущее время деньги усилия время время уделите для чтения книг посещение семинары посещение тренинги приобретение какие-то навыки сейчас ютуб уроках море их онлайн уроках море в любой сфере есть идите учитесь не останавливая учитесь безустанно учитесь это очень 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 важно сейчас выделите время для этого выделите деньги для этого обязательно вкладывайте труд вкладывать усилия это изменит вашу жизнь кардинально а одновременно день и ночь молитесь молитесь чтобы аллах дал вам возможность проявлять себя аллах дал вам здоровье реализовать себя аллах дал вам на шанс встречаться с нужными людьми я мусульманин я так говорю если вы христиане просите богу молитесь есть их объедините объедините ваши физические действия с вашими духовными ценностями мои духовные ценности помогли мне жизни очень много они помогут любому человеку кто понимает кто для для себя такой выбор жизнь это выбор вот помните помните что все приходящие с вашими жизнью все то что происходит с вами это факт что происходит с вами это факт то что там например в россии сейчас происходит то что у нас происходит то что было коронавирус то что иногда кризис то что иногда трудность это все факт а вот страдание это выбор вы можете выбрать другое страдать или не страдать это ваш выбор понимаете я много читаю и узнаю новые практики трудно дается начинаю но через какое-то время пристаю и опять начинаю когда дожду дойду когда это станет привычкой очень хочу но быстро устаю это естественно то что вы сейчас говорили это естественно потому что когда вы читаете читаете вы сознание начнете потихонечку меня но когда вы начнете действие сделать когда вы начинаете практика совершать вы сталкиваетесь внутренним сопротивлением сила знаний в практике сенности знаний в практике понимаете это очень важно Повторяю, сила знаний в практике, ценность знаний тоже в практике. Сама по себе знаний не имеет ценности, если вы их не практикуете. Знаете, какой лозунг я сейчас живу? Этот лозунг мне очень сильно помогает. Мои достижения должны быть больше, чем мои знания. Этот лозунг очень мне сильно помогает. Недавно я встретился с одним человеком, он сам из Афганистана, он в Таджикистане сейчас живет. В основном в Стамбуле живет, но в Таджикистане тоже у него дома и так далее, и так далее. Это таджики, которые приехали из Афганистана. В свое время он был депутатом, по-моему, мэргородом был, в каком-то очень крупном городе тоже. Очень умный человек. Когда мы общались, в конце нашей общения я хотел у него арендовать магазин. У него есть там помещение и так далее. Что будет магазин? И в конце, когда наше общение, он узнал, что я пишу книги, я являюсь ученым человеком. И задавал он такой необычный вопрос. И он мне говорит. Я, говорит, все услышал, все понял, но никак у меня в голове, говорит, не складывается. Вы ученый человек, как стали богатым. Вы пишете книги, обычно большинство людей, которые доктора, академики или пишут книги, они большинство небогатые и бизнесы далеки от бизнеса, хотя, может быть, они экономисты или профессора. Как вы этого добились? Я ему сказал, знаете, по какой правиле я жил многие годы. И это правило мне помогает в жизни. Я заставляю себя это делать. Мои достижения должны быть больше, чем мои знания. Я повторяю вам. Мои достижения должны быть больше, чем мои знания. Если вы по этому правилу практикуете хоть по чуть-чуть, по чуть-чуть то, что вы читаете, то, что вы слышите, то, что вы узнаете, я могу уверенно сказать, уверенно могу сказать, что вы рано или поздно достигаете больших результатов. Я видел в жизни, я видел в жизни много людей, которые очень много знают, очень много читают, но почти 10% даже не делают. Они читают их только для того, чтобы кому-то рассказать. Или они читают это или учатся только для того, чтобы самоутверждением заниматься, что я учусь. Знание не поможет вам, если не практикуете их. Помните, что знания, которые человек не практикует, они отравляют сознание человека. Да. Они отравляют. Это превращается в болото сознания человека. Понимаете? Если не практикуешь, эти знания мешать начинает. Потом личные знания тоже не нужны. Берите, учитесь только то, только, именно только те знания, которые сейчас вам необходимы. Вам нужно сейчас удваивать доход. Учитесь это. Вам нужно завтра увеличить продажи. Учитесь это. Через некоторое время вам нужно научиться там, не знаю, использовать IT-технологии в вашей сфере. Учитесь это. Понимаете? По мере необходимости учитесь те навыки, которые вам нужны. Я не понимаю людей, которые все подряд учат и не делают. Зачем? Энергия тратит. Нервы тратит. Зачем? Вы должны учиться только те знания, которые позволяют вам улучшить качество вашей жизни. Вам тяжело вести переговоры? Идите на тренинг, как вести переговоры. Вы не знаете, как бухгалтерию правильно вести. Идите на курс бухгалтерии. Учитесь один из бухгалтерии. Вы хотите какой-то язык усваивать? Пожалуйста, по одной курсе язык усваивайте. Это очень важно. Но помните, личные знания не надо брать. Я вам еще кое-что скажу. Технологию используйте для блага, для развития вашей качества жизни. Вот, например, вот это интернет, телефон, YouTube. Их используйте для блага. Я не понимаю людей, которые технологию используют для того, чтобы просто потратить время. Или просто для развлечений, что ли. Ну ладно, один раз смеялись. Ну ладно, один раз там, не знаю, какой-то прикол посмотрели. Ну что? От этого тебе что, умнее стал, что ли? Или там, кредит закрылся, что ли? Или от этого у тебя что, дети стали умнее, что ли? Я просто удивляюсь людей, которые могут эти дуракские приколы смотреть с утками. Вот, кто-то пишет, это так элементарно. Но почему-то я хватаюсь за все информацию. Нет. Вы должны иметь цель жизни. Проблема не в информации, проблема цель жизни. Когда ты имеешь цель жизни, подберите знания, которые помогают достигать этой цели жизни. Подберите так. Ставьте сначала цель жизни. Какую жизнь вы хотите жить? Найдите мою книгу «Как найти свою сильную сторону». Пройдите, найдите эту книгу «Как найти свою сильную сторону». Там я рассказываю, как писать стратегии жизни и так далее. И там очень много ценностей. Очень много ценностей. Берите их, изучайте их, усваивайте их. Там такие крутые вещи я рассказываю. Они вам очень сильно помогут. Очень сильно помогут. Вот. Кто-то спрашивает, надо ли развивать свою сильную сторону? Конечно. Конечно. Обязательно в порядке. Знаете, когда я начинал вести тренинги в России и так далее, были люди, которые, народ 90% принимал меня. Принимал такой, с моими акцентами, с моими ломаным русским языком. И люди платили меня, слышали. Понимаете? Это о 98-х годах, 2000-х годах, 2005-х годах. Я сейчас вообще круто разговариваю на русском. Хотя, может быть, абсолютно у меня падежи неправильные. Или там, как называется. Может быть, я окончательно неправильно говорю и так далее. Но вы послушали бы меня в 2000-х годах, вообще от смеха упали бы. Питались много люди, мне замечания делают, критиковат. А я внимание обратил на них? Да нет. Я свой недостаток превращал в свое преимущество. Свой акцент, свой необычность, свой, можно сказать, неординарность, свой вот этот неграмотный русский язык. Я превращал его в свой, можно сказать, плюс. Я опирался на того, что хорошо у меня получилось. Вы должны опираться на того, что хорошо у вас получилось. Это похоже на, когда многоэтажные дома делают. Почему используют железа или арматуры и так далее? Почему? Потому что это держит, выдержит. Поэтому вы можете крепко стоять, если будете опираться на свою сильную сторону. Другие будут акцент делать на ваши минусы. Другие будут говорить о вашем минусе. А вы ведите себя, как глухой. А вы вообще не слушайте их. В одном своем книге написали историю о лягушке. Однажды была одна башня, высокая башня и так далее. Лягушки собрались и делали соревнования. Кто быстрее поднимается. И, соответственно, когда собрались, многие говорили, это нереально, это очень высоко. Если ты прыгаешь, падаешь и так далее. Ну, в общем, начали толпа лягушек прыгать. Прыгать, прыгать, прыгать. Когда до какой-то половины дошли, многие начали падать, падать. И вот пошло, уже пошло, несколько лягушек осталось. Вот уже несколько. И осталось только один, то есть одна лягушка. И летает, летает, поднимается вверх. А все остальные упали. А эта лягушка дошла до самого конца. Когда она спускается, у нее спрашивают, как она туда добралась, как и так далее. Оказывается, когда та прыгала вверх, видит, что все внизу кричат, о-до-до, о-до-до, она, оказывается, думала, что давай, 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 давай. Оказывается, другие лягушки почему упали? Потому что остальные лягушки просто слышали то, что внизу говорили, что это тяжело, это трудно, это нереально. А та, которая дошла, просто она была глухая. А, оказывается, она не слышала, она воспринимала их, что как будто эти хваляне его говорят, ты можешь, ты молодец, давай. Просто иногда, порою, видите себе, что вы просто то, что вам не помогает достигать цели жизни, видите себя как глухая. Забудьте про все, просто делайте то, что надо. Делайте только то, что помогает вам достигать цели, а все остальное забудьте. Дорогие мои, я надеюсь, что в сегодняшней встрече хотя бы одну мысль поможет вам. До новой встречи. Почитайте наши книги. Да, Аллах, чтобы это все помогало. Найдите особенную книгу «Как стать миллионером в территории СНГ». Ребята, пришло все то, что там в этой книге написал, на 80-90% пришло время этого книги. Честно скажу вам, я не мог бы думать, что в такое время наступает. Но она очень-очень актуальна, это знание этой книги. До новой встречи. Продолжение следует...